Кстати, вот он, единоличный владелец ВКонтакте и Одноклассников. Обе сети входят в холдинг Mail.ru, которым владеет российский олигарх Алишер Усманов. Так что вот он, выгодополучатель платежной системы, рекламы и всего прочего, на чем зарабатывают популярные в Украине российские соцсети. Родился в 1953 году в Узбекистане, входил в советскую партийную элиту, закончил МГИМО. В 1980-м был осужден на 8 лет тюрьмы за вымогательство взятки и кражу социалистической собственности. Освобожден досрочно, отсидел 6 лет. Так что вор первой категории. Разбогател за несколько лет, попав в структуру управления Газпрома, связан родственными связями с семьей действующего президента Узбекистана. Усманов купил, а точнее отжал ВКонтакте, примерно за 2 миллиарда долларов. Создатель ВКонтакте Павел Дуров заявил тогда, что был вынужден совершить сделку по продаже своего пакета социальной сети под давлением ФСБ, требующие персональные данные сторонников Евромайдана, а также закрытия некоторых сообществ и групп. Вот что тогда он написал. Продолжение следует... Навальный считает источником доходов Усманова близость к власти и получение незаконных преференций в результате коррупционных связей с руководством РФ. Усманов также известен как владелец издательского дома «Коммерсант». В 2011 году Усманов уволился скандалом главного редактора журнала «Власть» Максима Ковальского, входящего в издательский дом, за публикацию в номере журнала, посвященном выборами в Государственную Думу, на обложке фотографии избирательного бюллетеня, на которых было написано «Путин пошел на» и статью «Победа единовбросов» про фальсификацию путинской правящей партии. В общем, на защитника свободы слова этот дядя явно не похож. Усманов также президент Международной федерации фехтования. Входит в пятерку самых богатых людей России, в десятку самых богатых людей в Великобритании и в десятку самых богатых людей Швейцарии. Почти все время проживания за пределами России, в своих зарубежных поместьях он привык к европейскому образу жизни, владеет одной из крупнейших яхт в мире и прочими атрибутами постсоветских олигархов. Так что закрытие соцсетей ударило непосредственно по кошельку вот этого вот мешка с говном, простите, с деньгами. «И для меня важно, чтобы люди, которые смотрят это видео, знали, что я, Алишер Усманов, честный предприниматель, честный человек прежде всего. А цель вот таких, как ты, Алексей Навальный, это создание образа российского бизнесмена, который не умеет ничего, кроме как воровать, не умеет ничего создавать. И это тоже вранье. И твои потуги меня оболгать – это лай Моськина слона. Тьфу на тебя, Алексей Навальный!